Христос посреди нас, наши родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры в Христе, всем желаю радоваться и веселиться в Господе, всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку, совершенный Христов возраст по его образу и его учению. Хотел вам свои мысли рассказать, я хочу, ну не хочу, я уже сделал на сайте страничку, назвал ее «Тело Христово», какие мысли, там я хочу в ручном режиме сделать такую площадку, где можно будет члены тела Христово, дети Божьи могут находить друг друга, стыковаться в тех местах, где мы все порознь обитаем. Добавляться все будет в ручном режиме, я не суперспециалист, там программист, то есть я вот могу, что могу делать, да, я там кое-что сделал и сейчас вам расскажу, сейчас немножко на огороде запишу и потом еще за компьютером покажу вам. Смысл какой? Я вот так поразмышлял, ну, я люблю что-нибудь новенькое всегда делать, пробовать, экспериментировать, да, я человек опыта, практик, вот, я прежде чем фантазировать там что-то или разглагольствовать, обычно все проверяю. На этой страничке что будет, я так поразмышлял и пришел к выводу, кто хочет в ручном режиме, мне где-то в социальных сетях, в скайпе, можете прям под роликом в описании писать про себя, чего? Первое, страна, второе, более подробно, город, область, не обязательно даже, я вот в селе, не обязательно даже указывать, какое село, потому что что-то у села толку, там человек может ничего не сказать. Ну, я сейчас покажу еще за компьютером, чтобы было понятно. Я пока вижу пять пунктов важных, это страна, район, где ты живешь, потому что достаточно хотя бы 100-200 километров, уже можно встречаться, пересекаться хотя бы раз вместе в гости ездить, дату и каждую неделю можно, да, вот, то есть страна первая, район, пол, брат, сестра, да, мужской, женский, может быть, малая церковь, муж с женой, оба верующие, да, оба ученики, четвертое, это возраст, и пятое, контакт, ну, давайте по всем кратенько пройдемся, ну, страна, я говорю, очень важная, причем, так как это YouTube, теперь мы действительно можем по всему миру встречаться, знакомиться, вот, меня смотрит очень разная публика, действительно, сейчас доступный русскоязычный человек, может жить в любой, в любой стране, вот, вторая область, ну, как я и сказал, что толку-то, если вот я в селе живу, тут пару тысяч человек, да, шансов, что ты найдешь конкретные села, достаточно просто для начала указать область, и человек уже увидит, о, и область хотя бы название знакомое, да, это же крупные какие-то, штат там, допустим, а то, что ты там скажешь, маленький городок, все равно человек даже не поймет просто, где ты, вот, не за какой-то конспирацией, а потому что будет непонятно, то человек сказал, там, Воронежская область, все, понятно, человек уже знает, человек слышит, Московская, Питерская, Самарская, там, да, то есть человек знает эти крупные названия, ему будет легко сориентироваться, есть смысл вообще писать или нет, а от того, что мы напишем какое-нибудь маленькое село, просто никакого понта от этого не будет. Немного таких безбашенных, как я, которому, в принципе, все равно, у меня и до покаяния не имело значения, ни возраст, ни полчеловека, ни образование, ничего, да, ни его социальный статус, ни толщина кошелька в кармане, вот, а уж тем более во Христе Иисусе нет ни элли, ни людей, ни мужского, ни женского, но все во Христе, Иисусе новая тварь, любящая всех и вся, вот, и, ну, таких, как я, немного, да, поэтому я подумал, что все-таки, вот, брат или сестра, это важно, и поэтому обязательно пишите, кто вы, да, то есть брат или сестра, мужского, женского, пол, потому что для кого-то это важно, я, допустим, со всеми могу общаться, но я говорю, таких людей не часто встретишь, на самом деле, вот, у многих куча комплексов, предрассудков, еще чего-то, да, может быть, просто природа такая, вот, это очень важно, и я говорю, единственное, если вы даже пара во Христе, да, малая церковь, домашняя церковь, то в любом случае напишите не так, что вы оба, а по отдельности, брат, сестра, я сейчас на компьютере покажу, как это будет выглядеть, просто я вас в одну ячейку поставлю, и будет понятно, что это пара, что это супруги, что это семья, и другим будет понятно, может быть, как-то семейный, семейный будет писать, им это будет удобно, ну, а мало ли, неважно, потому что я говорю, хоть у вас и пара, чтобы вы не один адрес электронной почты, сейчас мы дойдем, давали, а тоже каждый свой, потому что, ну, мало ли, да, ну, я знаю, что вы семья, но мне хочется с братом списаться, или с сестрой, вот, Ну, это понятно, я думаю, должно быть каждому Возраст тоже немаловажно Мне, конечно, все равно Я общаюсь и с 15-летними легко И хотя мне 35 И с 70-летними Я спокойно наравне общаюсь Не превозносясь, но и не лебезя Вот Ну и последнее, контакты Контакты какие? Почтовый ящик я пришел к выводу Туда впихивать все Почта есть в принципе у всех электронная Потому что она просто необходима, вы знаете При разных регистрациях или еще чего-то Вот, поэтому Она самая такая нейтральная В принципе, кто-то написал, ничего не видно Там зачастую ни фотографии Ни еще каких-то данных Она есть у всех В принципе, в любом случае Поэтому я считаю, что Почта самый оптимальный вариант Это не соцсети, не еще что-то И в почте всегда можно забанить Ну, я вот так Мои контакты есть все Ну, я вот сейчас покажу, как это выглядит Так что почта самая Адрес почтового ящика А там уже, кто захочет, напишет И дальше можно и контакты какие-то Прочие Мессенджер там Или социальная сеть Или еще что-то попросить Ну, такие вот мысли У кого есть желание, пишите Просто я говорю Я все опытом проверяю Вы знаете, тоже мне писали Ой, как плохо без церкви Как хочется собрания Как хочется найти родных Я реально находил людей Стыковал в одном городе И что вы думаете? Ничего Даже не созвонились Ну, плакались мне Ой, как хочется найти Вот таких вот свободных Во Христе Это только слова Я уже давно на этом бьется Но я, вы знаете, человек такой Оптимист На самом деле Может быть все плохо А я все равно буду Во Христе радоваться Вот Я вон просто своим опытом Свидетельствую Что, как Господь говорил Алчущий и жаждущий Насытится Вот Я тоже оставался один Но благодаря своей вот этой Все-таки упертости Открытости я нашел Благодарю Бога За моих братьев и сестер Которые меня окружают Которым я реально разделяю И радости, и скорби И это здорово Эти люди, которые не выносят тебе мозг Которым не выносишь мозг ты Для которых Писание Не камень притыкания И не повод для преткновения А действительно Нагота сердца просто Мы читаем друг для друга Открывая свое сердце А никого там не уча Не воспитывая Уж тем более не судя По этому религиозно-уголовному кодексу Вот Это действительно отрадно Мы действительно друг для друга Плечо, спина И опора, и поддержка И главное еще и радость Да и просто общение Вот Так что Кто хочет действительно найти Надо для этого что-то делать Вот это И что мне хочется сказать Конечно же это предложение Для тех, кто Считает себя свободным Во Христе В любви к ближнему И верует не только В Иисуса Христа А и в любовь Которую он явил нам на кресте И всей своей благотворительной жизни Потому что Если вы не такой Не такая И к таким себя Не относите Не причисляете И даже мысли в голове нет Лучше не вводите людей В заблуждение Не надо мне скидывать Ваши контакты И прочие вещи Вот Если вы реально свободны От всех религиозных культов Предрассудков Страхов Перед материальными Немощными Бесполезными Вещественными Начала мира Любыми Если вы не боитесь Людей Да Всяких этих Религиозных Страшилок И людей Которые Ими запугивают Да Не делай Не являйтесь рабами Человеков Их лжеучений То да Это предложение Для вас Не стесняйтесь Не бойтесь Делайте какие-то шаги Я говорю Пишите Вот Все пока в ручном режиме Конечно Я говорю Какие скиньте контакты Вот я их добавлю И так же Если пожелаете Сбросите Скажете мне Напишите Я их точно так же В ручном режиме Две секунды Удалю Вот и все Вот Так что Это предложение Для свободных Во Христе Которые ищут Реально себе Братьев Сестер Просто Чтобы с ними Душой Отдыхать Душой Да и телом Да Где-то можно встречаться Я говорю Проводить время Как-то И повеселясь И погрустить Все можно сделать Да Вот Так что Вот так Ну вроде бы Все сказал Да Какие мысли Какие размышления Пишите Что вам Может быть Я вот Я что-то пробую Всегда с чего-то начинаю Потом шлифуем По ходу пьесы Я говорю Долго я не фантазирую Мысля есть Я ее реализую Вот А потом приходит Какое-то Дальше что-то Если это Богу угодно Если это действительно Полезно Это мое дело Любви К людям тоже Очередное Я хочу Чтобы люди Действительно Находили друг друга Чтобы были Счастливы Радостны Потому что Что может быть Лучше Чем родная душа Рядышком Вот Сейчас я еще Покажу на экране Как это выглядит Ролик смонтирую И выложу Ну и В общем А дальше Будем смотреть Что из этого Будет получаться Вот Ну все Пишите письма Пока-пока Ну что Давайте посмотрим Что я сделал Вот На страничке Контакта У себя На сайте Христолюб Я такую Картиночку Добавил Активную И Тело Христова Саму Эту Ссылку Можно что По картинке Кликнуть По изображению Что По этой Вот ссылке Активной Можно кликнуть И вы Перейдете На эту страничку Ну и В принципе Вот у вас На экране Ссылка Есть Христолюб Точка Сайт Тело Точка HTML Ну и Здесь Изображение Иисус С учениками Место И с Каринфином Ибо как тело Одно Но имеют Многие члены Все члены Одного тела Хотя и много Их составляет Одно тело Так и Христос Ибо всем Одним духом Крестились В одно тело Иудеи Елены Рабы Свободные Все напоены Одним духом Тело Тело Не из Одного Члена Но из Многих Если Нога Скажет Я не Принадежу К Телу Потому Что Я рука На Т to Не Потому Не Принадежит К Телу Если Ухо Скажет Я Не Принадежу К Телу Потому Что Я не Глаз Не С Т to Могут Тело было угодно если бы все были один член то где было бы тело но теперь членов много тела одно не может глаз сказать руке ты мне не надобно или также голова ногам ты мне не ну вы мне не нужны напротив члены тела которые кажутся слабейшими гораздо нужнее и которые нам кажутся менее благородными в теле а тех более полагаем по печенье и не благообразные наши более благовидно покрываются благообразные наши не имеют в том нужды но бог сразмерил тело внушив а менее сразмерно большее по печенье дабы не было разделения в теле а все члены одинаково заботились друг о друге потому страдает ли один член страдать с ним все члены славится ли один член с ним радуются и все члены и вы тело христово а порознь члены а помните как павел говорил радуйтесь радующимся и плачьте с плачущими ну и вот она табличка которая добавил себя естественно я дал в образец вот страна россия город я написал воронеж можно область написать можно просто по центральному городу область вот я в воронежской области живу ну город воронеж ну в принципе родитель меня воронеж то есть я и приезжаю надо поэтому я так указал то есть надо указать не столько свой точный адрес сколько понятный человеку образ какой-то вот воронежской области будет сразу понятно он знает такую область но кто в россии живет да в любом случае мы крупные города средние хотя бы провинциальные всегда знаем да краснодар воронеж екатеринбург питер там самара владимир мы все эти города естественно знаем да поэтому будет просто понятно сразу я считаю что место самое важное поэтому я лично в таком порядке расположил ну потом вы можете свои комментарии писать дальше пол брат сестра брат сестра возраст я считаю тоже очень важных ну и вот я почту указал ну понятно моих контакты везде полно вот ну и вот кто если семейные пары оба во христе то вот вот так вот указать брат и сестра то есть понятно у вас будет одна страна один город но вас будет двое у каждого будет свой возраст вот тут я неправильно сделал надо было тут по 2 но я сейчас переделаю промежуточку ну чтобы вам было понятно что это одно а возраст конечно каждый свой пусть указывает и каждый свой даст контакты брат и сестра даже если вы в паре уж ну мало ли понятно вы потом можете и парами и даже одинокий может общаться с семейными ну какая разница но все равно с братом то не будет более близкие отношения если он тоже мужчина а сестра может найти себе сестру понятно вы где-то встретились ездили там погуляли познакомились это понятно что вы можете вместе но все-таки сами понимаете все-таки так бог положил и мы все-таки мужчины ближе к мужчинам дружба женщины женщины хотя я говорю есть люди универсальны вот я могу со всеми общаться да вот ну и все но и дальше как для примера и так пойдет такая табличка если кто-то считает что нужным как-то по-другому сделать что-то добавить вот все это естественно как я сказал в ручном режиме пишите звоните свистите я буду добавлять точно так же удалять вот то есть никакого здесь автоматизма ничего выбирать пока не поисковят кадры смотрит меня 10 человек поэтому и я в принципе те кто на хотел уже со мной общаться они все общаются поэтому принципе ну мало ли я говорю я человек инициатив я люблю что-то новенькое всегда задумывать и вот если это будет приводить к успеху и слава иисусу все во имя его то есть нет то нет вот ну вот еще картинка но здесь этот ролик добавлю конечно чтобы было тоже понятно с небольшим объяснением вот то есть ссылка вот она тело христолюб сайт тела html ну все мои контакты да все всегда вот я говорю у вас на экране есть у меня skype и одноклассники в контакте есть и в фейсбуке в твиттере и вот в телеграме который тут обещает заблокировать ну и моя почта христолюб gmail все есть я не кусаюсь пишите звоните добавляйтесь друзья в рад для радости общения естественно в духе святом в духе любви и радости мира кроты смирения если так будем знакомиться дружить общаться родниться во христе сорадоваться в радостях испевать чаши скорбей друг друг какую кому господь посылает для испытания веры вот ну а если в для выноса мозг такое быстро заканчивает сообщение я я не лицеприятен я сопли не буду развозить я сразу скажу что дорогой давай-ка ты либо евангелие принимай которая в любви ближнему либо давай дают тогда пока краями вот ну вот так вот все мои каналы вы знаете кто не знает лишний раз сообщаю три канала у меня христолюб христолюб лайв бесед христолюбцев подписывайтесь смотрите что вам интересно я с радостью посмотрю ваши какие-то сконтакты никогда сбрасывать я всегда смотрю чего человека есть социальные сети чем живете чем дышите тоже с удовольствием посмотрю до всегда вот ну ставьте лайк если вам идея нравится кому полезно отрадо назидательно вообще мое служение в частности эта инициатива ставьте обязательно лайк чтобы не было понятно вот тоже количество просмотров ни о чем не говорит ну если считаете нужным поделитесь этим роликом со всеми кто ищет ищет жаждет тоже братьев сестер настоящих найти игры для радости общения и не для выноса мозга для радости общения для поддержки для взаимной как павел писал тот же самый не оставайтесь должным никому ничем кроме завидан любви да мы никому ничего не должны кроме любви ну все какие вопросы мысли размышления предложения под роликом в комментариях пишите или в личку обязательно обсудим поразмышляем кто знает каждую субботу в 15.00 на канале христалюп life по московскому времени в 15.00 я в прямой трансляции все все вопросы какие считаю нужным зачитываю на них отвечаю но вот какие-то мысли буду там будем как раз дальше делиться в прямой трансляции все какие темы развивать но все всех нежно целую крепко обнимаю пока пока